Евросоюз готовится выступить с ответом на план президента Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. В Великобритании и Евросоюз разошлись во мнениях по вопросу доступа на финансовые рынки после Брексита. Французские госслужащие начнут получать ежегодную доплату за использование велосипедов и каршеринга для поездок на работу. На следующей неделе в Брюссель приедут министры иностранных дел ЕС, а также госсекретарь Соединенных Штатов. Евросоюз еще готовится выступить с подробным ответом на план президента Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, сообщает Евроньюз. Тем временем глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал Совет Безопасности ООН отклонить эти предложения Соединенных Штатов. Выступая в Европарламенте, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности не стал полностью отвергать план Трампа, но призывал к международному посредничеству. Представление конкретных предложений такими организациями, как ООН, может быть полезным в качестве потенциальной возможности для начала политического процесса, сказал Жозеп Боррель. Этот вопрос будет обсуждаться на Совете по иностранным делам ЕС в понедельник, 17 февраля. Министры иностранных дел пригласили для обмена мнениями госсекретаря США Майка Помпео. Великобритания и Евросоюз разошлись во мнениях по вопросу доступа на финансовые рынки после Брексита, передает НТД-ТВ. Британский министр финансов Саджид Джавид сказал, что хочет стабильных финансовых отношений на предстоящие десятилетия. Однако у чиновников ЕС иное мнение. Великобритания покинула Евросоюз в прошлом месяце, а с января следующего года британские фирмы, оказывающие финансовые услуги, потеряют привилегированный доступ к клиентам ВС. Исключения сделают только для отдельных финансовых секторов, где правила считаются эквивалентными. Джавид считает, что принцип эквивалентности должен применяться ко всей индустрии финансовых услуг. Однако главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барне сказал, что Великобритании не стоит питать подобных иллюзий. Принцип эквивалентности действует у ЕС с Сингапуром, США и Японии, однако только в отдельных областях финансовых услуг. При этом его еще никогда не применяли для огромного финансового сектора у границ блока. Между тем, британские финансовые фирмы пока работают в неопределенности и продолжают открывать филиалы ВС, чтобы не потерять европейский рынок. Второй гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус на территории Российской Федерации, получил необходимое лечение и выписался из краевой Забайкальской инфекционной больницы, сообщили Интерфаксу в ситуационном центре Забайкалья. Несколько анализов подряд показали отсутствие вируса. Сегодня мужчина полностью здоров и не представляет опасности для окружающих, рассказал главный врач инфекционной больницы Сергей Юрчук. В региональном Минздраве уточнили, что жена и дочь мужчины, которые находились с ним в контакте, еще находятся под наблюдением медиков. Их планируют выписать только после того, как результаты анализов дважды покажут отрицательный результат на коронавирус. Помощь забайкальским медикам оказывали Роспотребнадзор, Минздрав и лично глава оперативного штаба по коронавирусу, вице-премьер Татьяна Голикова. Французские госслужащие начнут получать ежегодную доплату за использование велосипедов и каршеринга для поездок на работу, пишет Ньюсру. Министр экологии Элизабет Борн рассказала, как изменится работа чиновников в условиях борьбы за сокращение выбросов в атмосферу. Президент страны Эммануэль Макрон пересядет на бронированный автомобиль с гибридным двигателем, а члены Кабмина смогут пользоваться только электрокарами или гибридами. Руководство страны запретят использовать самолеты, если дорога до места назначения займет менее 4 часов на поезде. Госслужащие, которые откажутся от личных автомобилей, начнут получать бонус в 200 евро. По информации Интерфакса, Борн представила пакет мер, направленных на защиту экологии, климата и биоразнообразия 12 февраля на специальном совещании при президенте Франции. В польском городе Познань ученые европейского исследовательского проекта InSation совершенствуют технологии, адресованные детям с ограниченными возможностями, сообщает Евроньюз. Специализированный детский сад в Познане в центре экспериментов. Дети, которые посещают заведения, страдают различными заболеваниями, ограничивающие их физические и умственные возможности. Зачастую у них нарушена или отсутствует речь. В помощь им исследователи предлагают технологии искусственного интеллекта и интернет-вещей. Новая технология может предоставить маме дополнительную помощь, а ребенку большую автономность. В детском саду детей с ограниченными возможностями наблюдают и снимают. Собранные видео и аудиоматериалы поступают в базу, где их обрабатывают с опорой на искусственный интеллект. Система фиксирует важные именно для этого ребенка маркеры, увязывая определенные жесты и мимику с потребностями ребенка, которые он не может озвучить. Если у ребенка действительно серьезные нарушения, взрослые не всегда уверены, что понимают его, что именно он хочет. Технология помогает нам лучше понять потребности человека. Система нуждается в доработке, но исследователи надеются, что она будет доступна родителям и воспитателям в ближайшее время. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут провести в будний день, сообщает РБК с осылкой на источники в администрации президента. Одна из возможных дат – среда, 22 апреля. День могут сделать выходным для всех россиян. Ранее глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что такое возможно и назвала идею «неплохой». Идея предоставления жителям страны дополнительного выходного дня обусловлена тем, что таким образом рассчитывается повысить явку на голосовании. Таким образом, гражданам не придется отказываться от своих планов на обычные выходные дни для того, чтобы пойти и изъявить свою волю. Внести поправки в Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию. 20 января Государственная Дума единогласно одобрила их в первом чтении. 90-летний дедушка готовит еду для бездомных Рима, передает НТД-ТВ. Дина им польятся. Каждые выходные ходят вдоль прилавков рынка. Большинство продавцов уже знают его в лицо. Они отдают ему подпорченные фрукты и овощи. Более десятилетия Дина знают как шеф-повара для бедных. Он готовит горячие блюда и раздает их малоимущим и бездомным. Обычно ему отдают упаковки с продовольствием, срок годности которых уже подходит к концу или же излишки, которые в итоге придется выкинуть. Он начинал с 10 сэндвичей. К Дина присоединилась уже около 300 волонтеров. Они основали ассоциацию «Рим-любовь», чтобы готовить от 800 до 1000 порций еды 4 дня в неделю. Блюда включают овощной суп, сэндвичи и десерты. В итальянской столице проживают около 7700 бездомных. Шеф-повар лично раздает еду людям, а также общается с ними. Некоторые уже стали ему настоящими друзьями. Далее в нашем выпуске новости культуры, с которыми вас познакомит моя коллега Анна Федорова. Анна, тебе слово. Спасибо, Жанна. Здравствуйте к новостям культуры. В Сочи начал работу 13-й зимний международный фестиваль искусств, сообщает Культура. Смотр открылся спектаклем «Не покидай свою планету». Музыкальную фантазию по мотивам маленького принца Экзюпери исполнили Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль солисты Москвы. Премьера постановки состоялась на зимнем фестивале в 2016 году. И с тех пор играть этот спектакль на открытии стало традицией. Зимний международный фестиваль искусств в Сочи всего за 13 лет с момента создания стал главным культурным событием зимы в России. Местом, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры. С 2011 года сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а с 2017 стал членом Международной театральной лиги «Шелковый путь». Два порта Риека в Хорватии и Голуэй в Ирландии выбраны культурными столицами Европы 2020 года, сообщает портал ntdtv.ru. Хорватский город начал готовиться к праздничным мероприятиям. Мэр Риеки считает, что стать культурной столицей Европы – большая честь и огромная ответственность. Мероприятия здесь пройдут под лозунгом «Порт разнообразия». Они отразят три темы – работа, миграция и вода. Риека стоит на месте впадения реки Рьечино в Адриатическое море. Это третий по величине город страны и крупнейший хорватский порт. Риека стала первым в Хорватии городом, выбранным культурной столицей Европы. За год в Риеке пройдет более 600 культурных мероприятий. В их подготовке заняты 250 организаций. Также помощь окажут партнеры из 40 стран мира. Скульптуру в стиле паблик-арт. Искусство в городской среде представили в Абудабе. Как передает портал «Культура», там впервые проходит Всемирный форум городов под эгидой ООН. Его тема – города возможностей, объединяя культуру и инновации. Инсталляция китайского художника Ай Вэй Вэя под названием «Вечные велосипеды» создает оптическую иллюзию движения. Она символизирует безопасность и комфорт существования людей в пространстве города. По словам Кристины Кнутсен, директору по стратегическому планированию внешних связей, знаниям и инновациям ООН «Хабитат», это прекрасная возможность продемонстрировать, как мы смотрим на общественное пространство, городскую мобильность и произведение искусства, а также объединить жителей города. Они могут общаться в новых удобных и безопасных зонах. В здании церкви Ингрии на Большой конюшене в Санкт-Петербурге состоялось красивое и торжественное событие – рукоположение в епископы. Все подробности в следующем репортаже. У братьев-лютеран праздник. Под звуки протестантского органа и хора в Кафедральном соборе Святой Марии во время воскресного богослужения в епископы Евангелической-лютеранской церкви Ингрии произведен Иван Лаптев. В церкви много разных служений, епископское служение – одно из них, и нет более или менее важного для Господа. И церковь служит Христу в полноте. Чем больше мы принимаем этой благодати, чем больше мы познаем, тем сильнее служит церковь, и любовь Божия возрастает. Коллеги характеризуют священника Ивана как человека доброго и аккуратного в деле организации процесса обучения. Для пастыря-начальника эти качества весьма ценны. Я вижу то, что вокруг него всегда очень много людей. Он очень популярен, и эта популярность в хорошем, в христианском смысле, разумеется, значит, он привлекает к себе людей, значит, он ответственный, значит, ему можно доверять. Я думаю, что если бы не так, он бы просто не стал бы епископом. 20-й век для всех христиан России был временем тяжелым и подчас трагическим. Для российских лютеран в том числе. Слава Богу, те времена прошли. Я уже имею такую радость, счастье передать эстафету служения как бы следующему поколению, которые выросли уже, родились в свободной России, выросли и окрепли духовно уже во время благоприятное, как в Писании говорится. Торжественную службу с рукоположением почтили своим присутствием представители государственной власти. И они в один голос высоко отзываются о социальной активности и гражданской позиции российских лютеран. У нас общие темы – это социальное служение и сохранение исторического наследия. Мы находимся в красивом здании, ведь помог город его сохранить и отреставрировать. У нас развивается диалог между Евангелической и Лютеранской церковью Ингрией, Финской Евангелической и Лютеранской церковью в городе Микеле и Санкт-Петербургской епархией в области социального служения. То есть на самом деле мы здесь не просто выполняем такую протокольную миссию, мы действительно стараемся скрепить те отношения, которые у нас, слава Богу, сложились. Епископы из соседних стран – Эстонии, Латвии и Финляндии – с удовольствием посетили северную столицу России и поздравили Ивана Лаптева с вхождением в епископский чин. Я очень рад за нашу сестру церковь Ингрии. Новый епископ – это всегда новые надежды, новая сила, энергия и дары Божьи немножко другие. Каждый человек дарен по-своему. У меня была долгая такая братская дружба и сотрудничество с Арем Матвеевичем. А сейчас полон надежд такого же сотрудничества с епископом Иваном. В церкви Финляндии и церкви Ингрии давние партнерские связи и контакты. Поэтому для нас рукоположение нового епископа в церкви Ингрии – очень важное событие. Для нас важно в такой день быть вместе. На воскресном служении в церкви Ингрии в Петербурге ощущалась радость в духе и осознание важности момента. И очень хочется надеяться, что новое назначение послужит делу проповеди Евангелия в Петербурге и Ленобласти, а также построению крепких и плодотворных связей между христианами всего Балтийского региона. Михаил Богданов, Степан Львов. Новости ТБН. Президент Бразилии Жарю Балсонару выступил на христианской конференции ВСН, пишет Бог Ньюс. Выступая на национальном стадионе в столице, политик отметил, что государство является светским, но он христианин. «Я здесь, потому что я верю в Бразилию, а мы здесь, потому что мы верим в Бога. Бразилия изменилась. Запретные ранее слова стали распространяться. Бог – семья – родина», – обращался президент к участникам ВСН. Балсонару, который стал президентом в 2019 году, поблагодарил бразильцев за то, что они проголосовали за него. Он сказал, что с его избранием в стране произошли перемены и что правительство теперь уважает семейные ценности и боится Бога. После речи президента участники конференции ВСН помолились за него. Правительство Сальвадора попробовало необычный метод реформирования тюрем. В этой крошечной стране, в Центральной Америке, единственной в мире, названной в честь Иисуса Христа, произошло настоящее чудо. Сальвадорские бандиты в застенках переживают пробуждение. Почти каждый преступник в мужской тюрьме Исалька стал христианином после прибытия сюда. В настоящее время в тюрьме действуют две церкви. Все мужчины каждый день изучают Библию, проводят молитвы, постятся, помогают друг другу расти духовно. Сегодня правительство Сальвадора видит явные доказательства того, что христианство полезно для опасных преступников. С момента, когда в тюрьме распространилась христианская вера, внутри учреждения не было совершено никаких серьезных преступлений. Заключенные относятся друг к другу с уважением, хотя многие из них бывшие убийцы и выходцы из конкурирующих банд. Католические епископы США призывают Израиль и Палестину к прямым переговорам о мире, предлагая свое видение мирного плана Трампа и Нетаньяху, сообщает «Седмица» со ссылкой на Кафолик Ньюс Эдженси. «Главное условие плодотворной дискуссии – это обоюдное признание и поддержка легитимности обоих государств», заявил Дэвид Малой, епископ Рокфордский и председатель Комитета конференции католических епископов по международному правосудию миру. В своем письме к государственному секретарю Майку Помпео. Епископ Малой напомнил также, что епископы США и Святой Престол уже давно поддерживают решение о создании двух государств, признавая равные права израильтян и палестинцев на жизнь в мире и безопасности. Он подчеркнул, что израильские и палестинские лидеры должны гарантировать право христиан исповедовать свою веру и совершать свои обряды и богослужения, а также иметь полный и свободный доступ ко всем святыням в этом районе. Компания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер нового фильма с участием Бена Аффлека, в котором освещаются темы надежды, второго шанса и искупления, сообщает Пардан Викториса, ссылка на Christian Post. Спортивная драма «Вэйбэк» рассказывает историю баскетбольного тренера, который борется с зависимостью и пытается научить школьную команду верить в себя. Режиссером фильма стал Гевин О'Коннор, известный по фильмам «Расплата», «Чудо» и «Воин». Ранее Аффлек открыто говорил о том, что начал пить в 15 лет и долго боролся с алкоголизмом. Борьба с любой зависимостью – это пожизненный труд, признался он в своей публикации в Instagram. От зависимости невозможно вылечиться раз и навсегда, это как круглосуточная работа. Я продолжаю бороться за себя и свою семью. Мировая премьера фильма состоится 6 марта. Президент Всемирной Церкви Адвентистов 7 дня Тед Виллисон провел встречу и помолился с президентом Ганы Нана Ада Данква Акуфа Ада, сообщает портал Викторис со ссылкой на Логос.Инфо. Встреча прошла накануне празднования 50-летия Центральной Ганнской конференции – первой конференции темнокожих в Африке. Президент Ганы во время встречи с президентом Церкви Адвентистов 7 дня Тедом Виллисоном пообещал защищать религиозную свободу и с энтузиазмом принял предложение Виллисона прочитать Библию и помолиться вместе. Признавая процветание религиозной свободы в западно-африканской стране, 20 тысяч адвентистов собрались, чтобы отметить 50-летие Церкви в стране. Виллисон посетил Ганну в рамках трехнедельной поездки по пяти странам. В начале февраля Тим Тибоу – профессиональный игрок в американский футбол, известный своей открытой христианской верой. Его супруга Дэми Нель Петерс, южноафриканская модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017», встретились с папой Франциском по поводу первого мероприятия «Вечер славы в Риме». Это мероприятие спонсируется фондом Тима Тибоу и призвано помочь людям с особыми потребностями в возрасте от 14 лет и старше. Для них проводится выпускной бал. К гостям относятся как к членам королевской семьи. Каждому вручают цветы, делают профессиональное фото. Гости посещают парикмахера, визажиста и костюмерную. Каждый обязательно проходит по красной дорожке с овациями и журналистами. В конце бала – церемония коронования. Это первое подобное мероприятие в столице Италии. Цель этого бала состоит в том, чтобы люди с особыми потребностями увидели, что они – божье сокровище, что Бог их высоко ценит. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok